Привет! Ты на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня. Папа, который рисует, да. Я так себя рекламирую. Рисует со мной сегодня бабочку на белом листе бумаги. У меня бумага уже немножко влажная, потому что я много рисую акварелькой. И сегодня акварелька. Вот такая гамма. Мне нравится. Это называется медовая акварель. Мультики такие здесь. Две такие веселые белки. Так что рисует со мной. Смачиваем кисточку и смачиваем каждую краску. После этого берем, наверное, какую-то простую краску. Например, желтую. Желтую, потому что она проще и светлее всего. И мы рисуем вот такую линию здесь посередине. И сейчас бабочку рисую. Кружочек. Смотри. Линия. Кружочек. Здорово. А теперь рисуем крыло. Одно крыло налево идет. Раз, два. Второе направо. Раз, два. А теперь вниз они идут. Три, четыре. Три, четыре. Основное мы нарисовали. А теперь рисуем радугу. Или что-то в этом роде то, что тебе нравится. Мне нравится радуга. Действительно. Я беру толстую кисточку. Беру, например, зеленый цвет. И мажу симметрично радугой. Сначала зеленый делаю здесь. Вот так. Раз, зеленый провел. И здесь зеленый провел. Сейчас мы рисуем просто несколько мазков. Мишку. Теперь следующий. Желтый беру цвет. И сюда добавляю желтый цвет. Смотри. Раз, желтый цвет. Еще раз желтого цвета беру. И сюда желтый цвет. Вау! Уже желтый. Следующий цвет, который я хочу взять, это оранжевый. Он будет смешиваться с желтым. Беру оранжевый. Сюда добавляю оранжевый. Вот так. Прям толстым слоем. И сюда оранжевый. Толстым слоем. Следующий цвет какой? Не знаю. Может быть розовый? Розовый часто использую. Что я не часто. Вот розовый сейчас использую. Сюда розовый. И розовый. Классно. Так. Нарисовали. Бабочка классная. Теперь возьмем фиолетовую и тонкую кисточку. Фиолетовую и тонкую кисточку. И нарисуем обводочку нашей бабочки. Необычно мы нарисовали такую прикольную. Попробовали. Вот так. Сначала нарисуем. Так. Раз. Теперь два. Можно глазки нарисовать. Три-ри-ри. Маленькие такие малюсенькие. И улыбочку. А теперь я считаю, что надо обвести обязательно, чтобы хорошо было видно фиолетовой краской. И у тебя получился классный рисунок. Проба пера, можно сказать. Проба акварельки. И тельца. Вот такая бабочка. С любовью для тебя нарисована. Тебе мой рисунок на сообщение. Спасибо большое. Если хочешь поделиться, то делай сториз. Делай сториз на своем аккаунте. Пиши собачка рыбаки 3, чтобы я увидел и репостнул твой рисунок. Таким способом вы помогаете и мне, и показываете свой рисунок всем остальным ребятам. Это здорово. Я тебе точно говорю, потому что я часто рисую нога Мараша. И сам по себе, и многое другие ребята дарят свои рисунки. Мне, вам, друг другу делятся. Делись рисунками. Это самая основная моя идея. Делиться рисунками, чтобы ребята могли показать, что они умеют, как они рисуют, и двигаться дальше. Такой рисунок у меня получился. Сейчас ставлю на паузу.